Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antelife.com.ua. Меня зовут Александр. Перед вами новинка от компании Oukitel. Это Oukitel U7 Pro. Уже я обозревал модель обычную U7. Эта модель гораздо интереснее, гораздо лучше и совсем не намного дороже. Поставляется смартфон вот в такой вот коробке Oukitel. Здесь все его технические характеристики основные. В комплектации стандартный комплект. Здесь идет вот такая вот зарядка. Зарядка у нас идет на 1 Ампер и вот такой вот стандартный USB кабель. По комплекту ничего особенного нет, никаких бамперов в комплекте, к сожалению, нет. Модель изменилась, изменилась со многих сторон. Изменилась начинка, изменился экран, изменился процессор. MTK6580 стал вместо MTK6582. Ну, в общем, давайте обо всем по порядку. Первое изменение коснулось лицевой панели смартфона. Здесь теперь 5,5-дюймовый дисплей. Здесь HD-экран, разрешение 1280 на 720. Компания применила технологию 2,5-дюймовый дисплей. То есть у нас вот такой вот трехслойный защищенный, не бьющийся экран, который еще и плюс ко всему круто выглядит. Здесь качельки громкости вверх-вниз. Сверху разъем для USB и наушники. Здесь кнопка включения-выключения. Снизу у нас микрофон и динамик. Сзади компания пошла по пути айфонов. Модель точно такая же, как Aukitel U7 и очень похож на айфон. Камера 13-мегапиксельная с интерполяцией вспышка и логотип компании. Под крышкой у нас появился более мощный емкий аккумулятор, который теперь имеет емкость на 2500 мА против 1900 или 2000 у предыдущей модели. Две микросимы плюс карта памяти. Видим Aukitel U7 Pro. Модель имеет интересный процессор 6580 бюджетник. Здесь не изменилась память 1.8, как было, так и осталось. Увеличились камеры оптика. Да и в целом по качеству, да, действительно стало лучше. Аккумулятор тоже увеличился и тоже это заметно улучшило работу смартфона в плане автономности, в плане отсутствия зарядки под рукой. То есть теперь мы имеем полноценный нормальный стандартный продукт от компании Aukitel, которая в последнее время просто разрывает рынок, делает интересные новинки, которые очень классно пользуются спросом. Плюс благодаря новому процессору 64-битному появился у нас Android 5.0, ранее был Android 4.4, ну и естественно работа GPS появилась, потому что предыдущая модель была очень сильно урезана. Итак, Antutu. Antutu у нас показывает около 20 тысяч баллов, это стандартный показатель для этого процессора. 23806 нормальный показатель. Значит, Aukitel U7 Pro 5.1 Android 6580 процессор, графический ускоритель Mali 400, HD разрешение дисплея, 13-мегапиксельная камера, 1 гигабайт оперативки, 8 встроенных, поддерживает эта модель карты памяти. Тактовая частота процессора показывает у нас 4 ядра по 1,3 гигагерца, мультитач у нас на 3 точки, есть вот такая вот функция быстрого скриншота, что довольно-таки тоже неплохо. 13-мегапиксельная основная и 2-мегапиксельная фронтальная камера. Далее здесь датчики приближения, освещение, гироскоп некалиброванный, датчик освещения, приближение. Ну, все, как я сказал. OTG данная модель не поддерживает. Прошивка полностью на русском языке. Присутствует программа для воздушного обновления, для обновления по Wi-Fi. У нас сейчас на данный момент прошита последняя прошивка. Никаких багов, глюков я в прошивке не заметил. Все работает четко, быстро, интересно. По переводу здесь полноценный русский язык. Ничего нигде, никакого мусора нет. Из каких-то интересных плюшек, фишек есть умное движение пальцами, то есть это разблокировки различные. И скриншот тремя пальцами. Никаких остальных других интересностей здесь по сути и нет. Экран, экран действительно HD. Экран IPS матрица, углы обзоров неплохие. Если даже не сказать хорошие для данного ценового сегмента. Поэтому нареканий никаких нет. Внешний динамик мне понравился. Разговорный динамик, микрофон тоже ничего такие. А вот в наушниках звучание получается без басов. Само звучание довольно-таки громкое и неплохое. Но басов низких частот вообще нет. Такое ощущение, что слушаешь в наушниках, в дорогих, в хороших наушниках, какой-то магнитофон лет 20 назад. То есть, ну в наушниках звучание такое. Если вам не важны низкие частоты, то слушать можно и даже неплохо. Если любите послушать с басами, то, конечно же, это вас огорчит. К моему удивлению, Asphalt 8 у нас запускается еще очень и очень даже достойно. На процессоре MTK6580. Это бюджетный слабенький процессор с графическим ускорителем прошлого поколения Mali 400 и всего лишь 1 гигабайт оперативной памяти. Но, к моему удивлению, Asphalt 8, сейчас я вам это все продемонстрирую, запускается очень даже неплохо. Сейчас посмотрим настройки графики. Что у нас здесь стоит по графике. Различная реклама сейчас присутствует в Asphalt 8. Средние настройки графики у нас. Ну вот, скорее всего, поэтому игра у нас идет, в принципе, неплохо. Видно, в общем, что с игрой практически никаких проблем нет. Средние настройки Asphalt 8. Для бюджетного смартфона, который стоит 2-300 гривен, это очень классный показатель. Я вам даю слово. Тестировал я GPS. Нужно было, естественно, проверить функцию, которая раньше не была вообще. GPS, в принципе, нормально работает. На балконе, у окна все четко, все нормально. Аккумулятор изменился с 2000 до 2500. Увеличилось разрешение дисплея. Оно составляет теперь HD. Показал эта модель 4836. Это средний, хороший, нормальный результат для смартфона 5,5 дюймов с 2500 аккумулятором. На данный момент это уже тот результат, с которым можно мириться, с которым можно нормально пользоваться смартфоном. U7, обычный, показывал смешные баллы. Я уже не помню, там что-то было в районе 3000 баллов. И он просто таял на глазах. Камера у нас идет с интерполяцией до 13 мегапикселей. Основная матрица здесь идет на 8. В настройках можно выбрать 13. И в видео можно выбрать качество хорошее. Это самое высокое качество. Запись идет в формате Full HD. О камере можно сказать следующее. Если освещение у нас будет хорошим, то в целом камера делает неплохие снимки с неплохим качеством. Довольно-таки достойно. Вот на улице фотографии. Вот. Но если освещение становится хуже, то и качество съемки сразу же ухудшается. Поэтому говорить, что здесь реальных честных 11 мегапикселей, ну не приходится. Потому что это неправда. Смартфон не делает фотографии на этот показатель. Но при наличии хорошего освещения смартфон способен делать достойные нормальные фотографии. Видеозапись идет в формате Full HD. Запишу вам этот ролик. Сверхкачества там никакого опять же нет. Но опять же, за цену в 2300 гривен, 2300-2350 на сегодняшний день мы продаем эту модель. Это более чем достойный результат. Это лучше, чем у всяких DOOGEE X5, у всяких HOMETOM HT7 и так далее. Aukitel действительно делает качественные, интересные гаджеты и работает над своими гаджетами. Работает на имя, на бренд. В целом это все. Aukitel U7 Pro я считаю, что очень достойный вариант. С 2.5D стеклом, с 13-мегапиксельной камерой, с 5-м андроидом, с полноценным GPS, с классным экраном. И по производительности, по оптимизации прошивки под этот процессор, под эту производительность и игры. Тоже все выполнено на достойном уровне. Однозначно стоит покупать именно U7 Pro, а не U7 предыдущий смартфон. Сейчас разница между ними, скорее всего, U7 уже снял с производства. Наверное, была выпущена как бета-модель. Не знаю. Но сейчас Aukitel U7 Pro это полноценный, нормальный, стандартный смартфон. В бюджетном сегменте, с ценой всего лишь на 5 долларов дороже, нежели был U7 1. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами. Заходите к нам в группу и, конечно же, заходите к нам в интернет-магазин antilife.com.e и покупайте Aukitel U7 Pro. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok